Здравствуйте! Это новостная студия Саратов 24. Мы продолжаем знакомить вас с событиями в регионе. Меня зовут Полина Попенец и сегодня со мной также работает дежурный корреспондент. Это Жанна Марченко. Жан, здравствуй. Здравствуй, Полин. Остальные журналисты находятся на самоизоляции дома. Итак, о главных событиях. Новые случаи. В региональном Минздраве рассказали о статистике завалевших коронавирусом. Получают продукты. У нас пачка крупы, тоже гречки. Нам это хватает, ну, день-два. Все. Волонтеры продолжают помогать многодетным семьям. Не прекращают работать для зрителя. Несмотря на закрытие театров, премьеры спектаклей можно увидеть в формате онлайн. Какая температура за окном ждет саратовцев в пятницу 15 мая на святых Бориса и Глеба? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. В Саратовской области скончались 27 человек с коронавирусом. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения на онлайн-брифинге. Жанна, расскажи более подробно о статистике за минувшие сутки. Да, действительно, в регионе скончались 27 пациентов, но это статистика за все время пандемии в нашем регионе. В большинстве случаев причиной смерти стали сопутствующие заболевания, однако есть и те, у кого осложнение вызвал именно COVID-19. У отдельных пациентов диагностировали тяжелое поражение легких. Жанна, если говорить об общем числе заболевших, какой прирост за сутки? 96 новых случаев, а общее число заразившихся – 1413 человек. Значительный прирост зафиксирован в Новоузенском районе, там сразу 13 случаев. В Роспотребнадзоре не исключают, что в ближайшее время район могут закрыть на карантин. Также на брифинге сообщили, что параллельно с количеством заболевших в области растет и количество безработных людей. На сегодняшний день цифра приближается к 23 тысячам. Это в два раза больше, чем в начале этого года. Чиновники подчеркнули, что многие из них ранее трудились в сфере торговли и уволились по собственному желанию. Обобщенный портрет безработного гражданина по состоянию на сегодняшний день, по месту проживания – это 80% город, городские жители. По полу преимущественно – это женщины 55%. По возрасту – это 57% из общего числа безработных – это граждане от 30 до 49 лет. По уровню образования – это среднепрофессиональные и среднеобразнования в основном имеют наши безработные зарегистрированные службы занятости. Не хватает денег на содержание полученной техники и выплату зарплаты коммунальщикам. Об этом рассказали депутатам Гордумы специалисты. Накануне народные избранники посетили ряд муниципальных предприятий, занимающихся благоустройством города. И, по их словам, на местах ряд проблем, связанных с отсутствием должного объема финансирования. Жанна, я так понимаю, речь идет о технике, которая поступила в город благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину. Да, это новая спецтехника, которая пришла в наш город в прошлом году. Она предназначена для уборки дорог и тротуаров. Однако, в настоящее время в бюджете города наблюдается нехватка средств, которые должны быть направлены на ее содержание, выплату зарплаты механикам и водителям. Так как техника комбинированного типа для уборки улиц в любое время года, а также для полностью автоматизированной уборки без привлечения ручного труда, ей требуются дорогостоящие запчасти, комплектующие и качественное топливо. Помимо этого, руководители предприятия отметили, что для бесперебойной работы техники нужно привлечение новой рабочей силы. Не секрет, что в прошлые годы в связи с хроническим недофинансированием и отсутствием изношенным парком техники обслуживались в приоритете только магистральные улицы. Сейчас новая техника позволила нам заходить уже на второстепенные улицы. Это ежедневное содержание, это и уборка приладковой части дорог, подметание, пылесос, уборка тротуаров, зеленых зон. Но, к сожалению, обратной стороной медали, новая техника ведет к увеличению затратной части предприятия. С требованием от населения качество уборки повысилось. Естественно, мы ожидаем, что эти субсидии, как ежегодно они предоставлялись, будут предоставлены. Конечно, объем нам неизвестен, но, тем не менее, мы надеемся, что это будет сделано, как и в прошлый год. Для того, чтобы все было в плавном режиме, нормальном, когда вы считаете, что деньги должны на счету быть? Заработные платы увеличились на 25%, затраты у нас увеличились на горюче-смазочные материалы, порядка 40%, да? И для того, чтобы обеспечить плановую работу предприятия, необходимо, естественно, сегодня уже незамедлительно решать вопрос с финансированием. Специалисты отметили, что если Саратову не будет оказано содействие региона, то средств на заработную плату работникам предприятий хватит только до июля. Позже этого срока коммунальщики могут сократить объем работ по благоустройству, либо полностью остановить свою деятельность. Хотя, как отмечают дорожники, благодаря приобретенной технике, ситуация на улицах поменялась. Техника круглосуточной работы, но это повлекло увеличение затрат. Предупреждают о безопасности. Патрульные провели специальную акцию. В течение месяца на дорогах останавливали водителей и напоминали о правилах дорожного движения. Также раздавали тематические листовки и, кроме того, в области проводятся рейды. Автоинспекторы проверяли, используют ли ремни безопасности саратовцы. К административной ответственности привлекли 256 участников дорожного движения. Ловили и нарушителей, которые любят ездить с тонировкой. Уже выявлено свыше 420 административных правонарушений. Из них которые управление транспортным средством водителем, который не пристегнулся ремнем безопасности. Не предоставление преимущества пешеходам при переходе проезжей части. Нарушение ПДД самими пешеходами. А также управление транспортным средством в состоянии опьянения. Более тысячи многодетных семей получили помощь. В Энгельсе волонтеры раздали продуктовые наборы семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Необходимую провизию им помогли собрать предприниматели. Организация, поставляющая питание в школы и детские сады города, нашла возможность поддержать жителей. Стоислав Жижин узнал, что вошло в набор первой необходимости. Здравствуйте. Комитет многодетных семей. Этих гостей Алина Доставалова ждала с нетерпением. Представители комитета принесли ее семье необходимые продукты. Женщина осталась без работы. Зарплату у главы семейства сократили. Сделанных когда-то впрок запасов уже не осталось. Готовить на семерых членов семьи приходится много. У нас пачка крупы, тоже гречки. Нам это хватает, ну, день-два. Все. Вот. Все закончилось. Масло мы тоже покупаем по две-три бутылки. Вот. Все это вот. Все закончилось. Старались так, чтобы, ну, немножечко хотя бы разнообразить меню. Чтобы, например, в один день была манная кашка, на другой день была пшеничная кашка, гороховая кашка. Скромный, но вполне питательный набор помогли собрать предприниматели. Организация, поставляющая питание в детсады и школы Энгельса, сотрудничает с комитетом многодетных семей уже давно. Поддержали и эту акцию. Для некоторых людей это какое-то подспорье для того, чтобы какое-то время продержаться и не выходить из дома. А для некоторых людей это продукты просто как средство к существованию. Потому что сейчас сложная ситуация у всех. За месяц проведения акции волонтеры и предприниматели передали наборы продуктов уже тысячи двумстам семьям. В то же время в комитете продолжают регистрировать и новые обращения. Специалисты надеются, что прибавится и количество желающих помочь. Мы всегда и всех призываем, и в соцсетях, когда размещаем, чтобы как можно больше людей, как можно больше бизнесменов откликались на такую помощь. Каждый чем может. Нужно только объединяться нам, и естественно чиновникам тем же, и бизнесменам, и простым людям. И когда мы будем вместе, тогда нам всем станет легче, и мы поддержим семьи. По словам организаторов акции, помощь семьям они продолжат оказывать до снятия ограничений. А это значит, что внести свой вклад и поддержать людей, оказавшихся в более сложной ситуации, еще может любой неравнодушный человек. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая. Об этом сегодня рассказали в профильной ассоциации. По словам ее руководителей, за год граждане выпили 180 тысяч тонн кофе. Чая на четверть меньше. И такого еще не было, говорят эксперты. Наиболее популярные у покупателей растворимые и зерновые напитки. Везут их в основном из Вьетнама, Бразилии и Италии. Об этом сообщает издание РБК. О других событиях в стране расскажет Роман Базан. Банки перестали выдавать кредиты всем подряд. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на национальное рейтинговое агентство. Финансисты снизили уровень одобрения по займам до исторического минимума. Сложнее всего получить необеспеченные суды из-за их высокой рискованности. Выплаты одобряют лишь самым добросовестным, тогда как гражданам с недостаточно хорошей кредитной историей рассчитывать на лояльность банков не стоит. В сети появились мошеннические сайты, предлагающие оформить антикризисное пособие на детей. Речь о выплатах по 10 тысяч рублей на ребенка. О них 11 мая объявил президент. Родителям достаточно оформить заявку на госуслугах. Правда, сайт работает с перебоями. К тому же в интернете уже появились порталы, напоминающие государственные. У них схожие названия. Эксперты напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников, оформлять выплаты на детей нужно только на сайте госуслуги.ру. Общие перемены в российских школах отменят. Об этом сегодня рассказали в Федеральном Роспотребнадзоре. По словам санитарных врачей, правило заработает уже с нового учебного года. Дети не будут больше выходить все вместе на перемены. Для каждой группы выделят свое пространство, чтобы не пересекались с параллельными. Станет индивидуальным для каждого класса и расписание. Соответственно, ученики будут начинать и заканчивать занятия в разное время. Помимо всего, во всех учреждениях должны будут часто проводить санитарную обработку, сообщает Известия. Прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове 906-444. Здравствуйте. В пятницу 15 мая на святых Бориса и Глеба в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове облачно с прояснениями и дождь разной интенсивности. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. Днем до плюс 19, а ночью до плюс 5. Партнер прогноза погоды – частная медицинская компания «Инвитро». Сдать анализы можно на дому. Вызывайте специалиста по телефону или оставляйте заявку на сайте invitro.ru. «Инвитро» – российская медицинская компания. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области качества. Современное высокотехнологичное оборудование. Результаты диагностики – быстро, качественно и удобно. Найдите ближайший офис на invitro.ru. В Саратове и Энгельсе ветрено и сыро. Температура днем до 15 градусов, а ночью до 8 выше нуля. Атмосферное давление около 750 миллиметров в ртутную столба. По приметам, если сегодня восход ясный, то лето будет дождливым. А спонсор прогноза погоды – строительная компания «Шелдом». Квартиры вашей мечты в жилом комплексе «Ладья». Телефон в Саратове – 255-166. Всем всего доброго, берегите себя и оставайтесь дома. Дети – наша радость. Когда дети счастливы, счастлива вся семья. Комфортные квартиры для вас и ваших детей в жилом комплексе «Ладья». «Шелдом» – квартиры, в которых исполняются желания. Радует своего зрителя. Несмотря на закрытие всех культурных учреждений страны из-за пандемии, театры не прекращали свою работу. Теперь они перешли в формат онлайн. Не исключение и саратовские. К примеру, театр оперы и балета регулярно показывает премьеры на своем ютуб-канале. А театр «Кукол Теремок» создал целую библиотеку сказок. Что еще подготовили для саратовцев в этом месяце, расскажет Анна Заболуева. Скучать во время карантина саратовцам не приходится. Все потому, что местные театры регулярно выпускают новые онлайн-проекты. Театр оперы и балета приглашает всех желающих ровно в 18.30 на вечерние онлайн-просмотры спектаклей из видеоархива. В мае показали постановки «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова. «Он вчера не вернулся из боя» и «Настоящая комедия» Нуэля Коуадра. Новые спектакли можно будет увидеть в ближайшие дни. 19 мая будут транслировать «Лучшие дни нашей жизни» и 26 мая «Сиротливый запад». А на ютуб-канале театр оперы и балета собран целый архив записей, концертов и постановок. Радует своих зрителей и театр «Кукол Теремок». На их страничках в социальных сетях можно познакомиться с закулисьем по хэштегу «Я познаю театр» и узнать чуть больше о главных артистах. Тростевых куклах, марионетках, перчаточных куклах. А еще там собрана целая библиотека со сказками по хэштегу «Читаем ваши сказки». И, конечно, Теремок не оставляет своего зрителя без новых премьер. На ютуб-канале театра юного зрителя собрана целая коллекция концертов, спектаклей, интервью. К примеру, можно посмотреть мюзикл «Винни-Пух» или послушать интервью с известным виолончелистом, пианистом и композитором Мстиславом Ростроповичем. А еще есть видео с творческих вечеров известных саратовских артистов, режиссеров и музыкантов. Еще больше спектаклей, лекций и онлайн-проектов можно найти на портале культура.рф. Он подготовил рубрику «Не выходи из комнаты». Новый закон для российских автолюбителей оказался уткой. Речь об обязательном использовании видеорегистраторов в машинах. Федеральные госавтоинспекции заявили, что ничего подобного не предлагали. Однако эта новость заставила саратовцев искать информацию в интернете. За неделю это один из самых популярных запросов в поисковике «Яндекс». Чем еще интересуются горожане во всемирной паутине, расскажем прямо сейчас. В пятерке популярных запросов бой Фергюсон и Гэджи. Поединок американцев закончился досрочно. Сто ударов в голову принесли Джастину Гэджи временное чемпионство в UFC. Теперь он должен подраться с Хабибом Нурмагомедовым. Родители и их школьники всю неделю следили за новостями об основном и единым госэкзаменах. Это один из самых популярных запросов в интернете. Всероссийская акция «Окна победы». Все желающие могли оформить окна квартир, домов или офисов рисунками и фотографиями, посвященных победе над фашизмом. Третье место в рейтинге. Похожий запрос «75 лет победы» в этом году отметить 9 мая с размахом не получилось из-за пандемии. Тем не менее, саратовцы интересовались новостями, связанными с юбилеем и датой. И, наконец, самый популярный запрос недели. «Бессмертный полк». Акция прошла не как обычно. Горожане размещали портреты своих героев в соцсетях. Их снимки транслировались на рекламных мониторах и на специальных сайтах. Далее информация для тех, кто совершает покупки онлайн. А я с вами прощаюсь. Еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Мойте руки почаще и берегите себя. До встречи. Здравствуйте. Я курьер с сайта покупкопродуктов.ру. Да, заходите. Этого человека здесь уже ждут. Екатерина Конова заказала провизию для своей семьи в интернет-магазине «Покупка дефиспродуктов.ру». От магазина «Дубки». Продукты от производителя. Говорит, как только узнала о возможности доставки, сразу же ей воспользовалась. Всегда покупаем продукты в этом магазине. Он находится рядом. И всегда все свежее. Удобно, что сейчас запустили доставку, поскольку в наше сложное время нежелательно выходить из дома. Магазин не только организовал доставку, но и полностью выстроил логистику. После звонка или оформления покупки на сайте заявка отправляется в ближайшую точку продаж. Это очень удобно и для курьеров. Сейчас поступает много заказов. Чтобы оперативно их обработать и жители в короткий срок получили свой заказ, мы получаем ближайшие адреса от нашего магазина. Это и нам удобно, и жителям приятно. Шашлык классический. Пельмени эталоны с говядиной. Ассортимент доставки такой же, как и на прилавке. Ограничений нет. Колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, а также фермерская продукция. Все это можно заказать, не выходя из дома. Это очень удобно. Мы получаем положительные отзывы. И многие из наших постоянных заказчиков – это наши постоянные покупатели. Чтобы люди не выходили из дома, наш магазин поменял формат своей работы. Раньше люди сами приходили в магазин, а теперь наоборот. Мы идем к ним. Чтобы курьер компании мог принести продукты, нужно оформить заявку по телефону 8 800 333 8254. А на сайте покупкодефиспродуктов.ру сформировать набор можно самостоятельно. Одежда ведущих представлена магазином «Оффстайл». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова